Добрый день, дорогие друзья! На нашем стенде установлены две подпружиненные стойки. Черная стойка зарубежного производителя, зеленая стойка нашего производства. Обе стойки выполняют одну и ту же функцию. Об отличиях я расскажу в конце нашего видео. Существует несколько видов стоек дизейскаторов. Жесткая стойка, жесткая стойка с пружиной сжатия, стойка на эластомерах. У каждой стойки есть свои особенности. Давайте рассмотрим их. Жесткая стойка классических дизейскаторов. Во-первых, при работе агрегата на такой стойке происходит уплотнение почвы. Во-вторых, присутствует большая тяговая нагрузка. В-третьих, стойка, будучи заведомо жесткой, не копирует рельеф почвы. И при наездной препятствии, такой как камень или пень, стойка разрушается, либо гнется. В-четвертых, поскольку стойка жесткая, она не может вибрировать при работе, и тем самым не создает мульча. Теперь давайте поговорим о стойках на эластомерах. Эластомер – это кусок резины. Как мы знаем, любая резина имеет свойство рассыхаться по прошествии определенного периода времени. Независимо от того, работал эластомер или нет. А стоимость каждого эластомера довольно внушительная. При этом на каждую стойку их устанавливается по 4 штуки. Данная стойка является переходной моделью от жесткой стойки к подпружиненной. Она имеет большую амплитуду колебаний, чем жесткая стойка, но меньшую амплитуду, чем подпружиненная. При замене эластомеров требуется большое количество времени, так как эластомер в свободном состоянии занимает гораздо большее пространство, чем штатное место. И таким образом перед установкой его требуется предварительно сжать. Что касается жесткой стойки с кронштейном и пружинное сжатие, прежде всего подвижность рабочего органа при таком способе обеспечивается сложным кронштейном. Работа этой сложной системы обеспечивается за счет каждого из элементов по отдельности. Следовательно, следить за исправностью всех этих деталей необходимо ежесменно. Выход из строя одного из элементов системы приводит к неисправности всего рабочего органа. Теперь обратим внимание на пружинную стойку. Пружинная стойка не производит уплотнение почвы за счет своей гибкости. Она оказывает минимальную нагрузку на тяговое устройство трактора. Это означает, что если дискатор на жесткой стойке шириной захвата 4 метра агрекатируется с трактором 200 лошадиных сил, то этот же трактор агрекатируется с дискатором на пружинной стойке с захватом в 5 метров. Что в свою очередь приводит к снижению амортизации трактора и самого дискатора, а также снижению расхода дизельного топлива, снижению часовой нагрузки на самого механизатора. Что совокупно приводит к большей экономии материальных средств. Своей способностью упруго деформироваться пружинная стойка обеспечивает копирование рельефа почвы. При наезде препятствия стойка может отклоняться в любую сторону, тем самым обеспечивая защиту стойки, диска и подшипника от разрушения. При работе пружинная стойка вибрирует, тем самым создавая амульчу, которая закрывает влагу в почве и не дает ей испаряться. Пружинная стойка сама по себе содержит все элементы, которые заменяют эластомеры и пружины сжатия, и все элементы кронштейна стойки с пружиной сжатия. Кроме того, пружинная стойка не требует никакого обслуживания. Единственное, на что нужно обратить внимание, это крепеж, которым крепится стойка к раме. А теперь рассмотрим, чем же наша стойка отличается от стойки импортного производителя. Обратите внимание на поверхность у стоек. У стойки импортного производителя по центру есть углубление. Это углубление в сечении является треугольником, центральная вершина которого является ребром жесткости, а значит концентратором напряжений, в котором и произойдет разрушение стойки. У стойки нашего производства в сечении такого треугольника нет. Мы прекрасно здесь видим, что у нас довольно очень плоская поверхность. А это значит, что упругие деформации, возникающие в этой стойке, происходят без концентрации напряжений в какой-либо области. Я хочу вам показать на примере данного браслета. Он заведомо уже имитирует треугольник. И в этой части, то есть концентратор напряжения. И чтобы его согнуть, нужно приложить немалое усилие. Но, когда мы прикладываем на него больше усилия, он ломается. Если нет данного треугольника, чего мы и смогли добиться на нашей стойке, то пружинная стойка работает полноценно, как вот на этом браслете. То есть нет у него ребра, которое бы щелкало и ломалось. Соответственно, данная стойка будет работать более долговечно. Разумеется, нет ничего вечного. И у каждой стойки есть ресурс, который каким бы большим он ни был ограничен. Но нашей компанией была проделана огромная научно-изыскательская работа. И разработан максимально технологичный способ производства стойки. Для того, чтобы ресурс нашей стойки был максимально возможный. Дорогие друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!